Девушки отдыхают В адрес президента поступило более полутора миллионов обращений. На этот раз студии не будет гостей, заменят десятки интерактивных экранов, с которых люди будут задавать вопросы из всех уголков страны. На эти экраны также будут выводить СМС, ММС и видеозвонки. Большинство вопросов касаются социальной сферы и ситуации в ЖКХ. Об активности россиян, задающих вопросы, сообщил президент Ростелекома Михаил Осиевский. Сейчас каждый час операторы колл-центра принимают приблизительно 15 тысяч звонков. Эта активность нарастает. Я думаю, что во время прямой линии это будет в разы больше. Конечно, техника вся готова, готовы специалисты колл-центра. Поэтому я уверен, что все россияне будут иметь возможность задать свой вопрос президенту. Причем есть разные формы. Можно отправить СМС, можно отправить видеообращение. Поэтому технологии все время меняются для того, чтобы все больше и больше россиян имело возможность прямого контакта с руководителем страны. Среди наиболее популярных тем – цены на бензин, онкология, демография и ипотека. Россияне также интересуются мнением главы государства по поводу скандальной ситуации на Украине. Журналистом Аркадия Мбабченко спрашивают президента, сможет ли сборная России выйти из группы на чемпионате мира по футболу. О том, какая команда может стать победителем чемпионата, который откроется через несколько дней, спросил у президента и генеральный директор медиакорпорации Китая в интервью в преддверии визита Владимира Путина в КНР. Это сложный вопрос. Много претендентов. Это и латиноамериканские команды. Это и Аргентина, и Бразилия. Мы знаем, что блестяще играли на предыдущих чемпионах мира и сборной Германии. Очень хорошее качество игры, очень красивый футбол демонстрирует испанская сборная. Наверняка будут другие претенденты, но победит сильнейший. Вы будете смотреть чемпионат мира? Да, я буду смотреть, но потом я, как глава государства, которое принимает чемпионат, должен быть на открытии, на закрытии. Посмотрю на свой график. Если я смогу, то по присутствию может быть и на каких-то других играх. Гендиректор медиакорпорации Китая рассказал Владимиру Путину, что в Поднебесной его считают суперпрезидентом, потому что в новостях его показывают то в истребителе, то в подводной лодке. Он поинтересовался, занимается ли российский лидер спортом. Он ответил, что каждый день тратит на занятия спортом больше двух часов, занимаясь в зале и в бассейне, а также иногда выходит на татами, если есть парень-партнеры и играет в хоккей. Заявление председателя Совбеза ООН по ситуации на востоке Украины пошлет важный международный сигнал Киеву для выполнения минских соглашений. Россия приветствует принятие этого документа, сообщили в МИДе. Министерство напомнило, что эффективное разрешение кризиса на Украине возможно только мирным политико-дипломатическим путем через прямой диалог Киева с Донецком и Луганском. По оценке МИДа, призыв к разведению сил и выводу тяжелых вооружений стал своевременным и востребованным в свете недавнего ухудшения положения в Донбассе. Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН принял заявление с осуждением нарушений режима прекращения огня на востоке Украины и призывом к скорейшей реализации минских соглашений. Это первое решение Совбеза по украинскому регулированию с февраля 2015 года. Договоренности о фиксации цен на нефтепродукты, определенные 30 мая, участниками рынка выполняются. На сегодняшний день удалось добиться стабилизации ситуации на топливном рынке. Об этом заявил представитель вице-премьера Дмитрий Казака по итогам совещания с участием нефтяных компаний. Казак уже проводил совещание с нефтяниками, на котором была достигнута договоренность с крупными нефтяными компаниями, которые занимают около 60% рынка, а замораживание оптовых и розничных цен по состоянию на 30 мая. Нефтяники пообещали увеличить поставки на внутренний рынок моторного топлива. Менее час назад был потушен пожар в центре Москвы в здании на Большой Дмитровке, где располагается дом педагогической книги. Как сообщили в столичном главке МЧС, площадь пожара составила 130 квадратных метров, а на его тушение потребовалось 6 часов. Во время ликвидации огня существовала груза обрушения перекрытий. Пожару был присвоен второй повышенный уровень сложности из пяти существующих. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что взгорание произошло в результате работ на мансардном этаже. Пожарные прибыли в течение восьми минут после первого звонка, и были приняты оперативные меры, потому что собрать достаточно большое количество людских ресурсов, это примерно более 150 человек, более 50 единиц. Различная пожарность, помогательность, спасательные техники. И подчеркиваю, что в этом доме первый этаж нежилой, пять этажей плюс мансардные это жилые, а второй дом, который примыкает, три этажа нежилых и три жилые. Строители на мансардном этаже вели работы по гидроизоляции пола. Что за фирма, то владелец, то хозяин, следствие разбирается, занимается установлением причин. Добавлю, что работающая на месте ЧП лаборатория столичного главка МЧС не зафиксировала ПДК вредных веществ в воздухе. Движение транспорта по Большой Дмитровке было полностью перекрыто. Официальные курсы валют на завтра доллар 62 рубля 1 копейка, евро 72 рубля 86 копеек. В Санкт-Петербурге в четверг плюс 15 и временами дожди. В Москве завтра днем плюс 14-16 градусов. Местами пройдут небольшие осадки. Сейчас в российской столице плюс 7. Атмосферное давление в норме. Вести ДМ. Вести ДМ. Первые о главном. Примите участие в прямой линии с Владимиром Путиным.